Закон синий жатвы. Отменяет ли покаяние прежние греховные посевы? Вот такой есть вопрос. Знаете, как человек живет свою жизнь, нагрешился и потом приходит к Богу. И некоторые говорят, ну он должен еще понести тяжесть последствия той греховной жизни, которую он там нагрешил. Да, слава Богу, он спасен. И вот ваша реакция, как вы думаете, в каких случаях то, что человек насеял, когда он это пожинает, а когда не пожинает? Есть у вас версии? Ну, я думаю, что вообще все, что человек сеет, он в стольном случае пожнет. Окей, неважно. Неважно. Даже если он прошел через смерть и воскресенье. Но, что такое но? Написано, что незаслуженное проклятие, оно не сбудется. Что такое заслуженное и незаслуженное проклятие? Мы об этом уже говорили здесь не раз в эфире, но я считаю, что все наши грехи, они могут быть и смыты кровью Иисуса Христа. Иисус понес их всех на крест вместо нас. Но у каждого семени греха есть последствия, которые называются проклятие. Когда это проклятие заслуженное и когда оно незаслуженное? Оно заслуженное тогда, когда мы не понимаем, что то, что мы посеяли, это грех. В момент, когда мы понимаем, осознаем внутри, что то, что мы посеяли, это грех и что этот грех может прорасти в нашу жизнь в виде проклятия, оно таки прорастет, если мы не раскаемся в этом грехе. И не исповедуем. Потому что все грехи наши Иисус взял на крест. Если мы сейчас осознали, скажем, что если я сейчас говорю, я там перед тем, как покаяться, я много там, я не знаю, делал плохого людям, к примеру. И я говорю, да, я делал, но что в этом плохого? Ну я делал, потому что я такой был. Это не называется исповедь. Это называется, да, я делал, я помню. Вот этот грех даст проклятие в нашей жизни даже после покаяния. Но если я прихожу, говорю, я делал, я осознаю всю тяжесть. Но покаяние, само слово, тоже что-то означает. Я отдаю это, и больше этим заниматься не буду. То есть я понимаю, что этого нельзя делать. Это плохо, я каюсь. В этот момент не прорастет. Проклятие не будет действовать. Потому что грех исповедан, и он телом своим всю рукописную о нас понес на крест. И вот здесь очень тонкая игра между тем, что на самом деле это было покаяние, или это было просто поставить священника в курс дела. Да, да, да. Потому что исповедоваться можно, можно не покаяться, просто рассказать о событии, но не иметь раскаянного сердца. А что ты скажешь, что дополнишь? Безусловно, человек меняется изнутри, человек рождается свыше. Это главный результат личной встречи с Богом, личного осознания своей греховности. И вот этой нужды в Боге. Вместе с тем, опять же, очень важно понимать, не потому что Бог такой жестокий, или не потому что человек обязательно должен платить за все, что он сделал раньше. Но мы... Бог, безусловно, он творит чудеса. Он вытаскивает людей из больших ям, из наркотиков, из алкоголя, из других каких-то тяжелых ситуаций, и даже меняет последствия. И такое тоже происходит. Но что мы будем, как мы будем реагировать, что мы будем говорить, когда последствия греховной жизни в разных своих проявлениях остаются? То есть что, Бог что-то не до конца доделал? Абсолютно не так. Просто по какой-то причине, может быть, человек должен пройти... Осмысливать. Осмысливать, пройти определенные ситуации. Ну, смотрите, Иаков продолжал хромать после встречи с Богом. Да? То есть он не ходил ровно на двух ногах. Почему? Мы сейчас можем много говорить. Это знак, это знак. Может быть, да. То есть... Чтобы Бог его коснулся. Мирием. Вот почему Аарон... Вот Аарон и Мирием, да, не согрешили против Моисея? С Аароном вроде все нормально. Ну, понял, осознал. И Мирием тоже поняла, осознала. Но Мирием семь дней была вне Стана. К примеру, да? А это Старый Завет, это мы же говорим о Христе, о пролитии крови. Хорошо. В Новом Завете... Петр, все было в порядке после грехопадения? Нет? Не все? То есть, вот, пожалуйста, Новый Завет. Но опять же, мы не ставим под сомнение тот факт, что Бог дает нам... Если мы искренне и откровенно, Он прощает. Он дает нам белый лист. Вы знаете, мне это очень глубоко засело, очень кратко. Я... Нам нужно время оставить. Я был в армии, не буду рассказывать подробно. В одном моменте, в одном моменте меня обманули. Я тогда был в отступлении. Здесь, в армии? Здесь, в Израиле. Меня обманули в одном моменте, в очень важном. Не буду сейчас заходить в дебри и подробно это говорить. И я поступил по своей воле и получил штрафбат. И мне продлили срок службы. Момент был очень такой тоже тяжелый, непростой, жизненный. И будучи еще в отступлении, я когда обратно возвращаюсь к командиру, а командир был довольно-таки строгий, я ему ничего не говорю. Я даже не каялся, я не просил у него прощения ни за что, я не извинялся. Он смотрит меня и говорит, вижу, что ты хороший парень. И хочу тебе сказать, все, что было, прошло. Ты хороший солдат, я открываю тебе белый лист. И вот это очень глубоко засело, если это человек, то что говорить о Господе. Поэтому это даже мы не подвергаем никакому сомнению, что белый лист открытый.